Ивановский мини-футбол развивается высокими темпами. У нас строятся залы, расширяются городские турниры, появляются новые команды. Уровень игроков растет. Ни один любитель уменьшенного варианта игры миллионов не остается без хобби. Но, как всегда, самым железным доказательством является результат. В январские праздники Ивановская команда «Страйк» выиграла межрегиональный турнир во Владимире. Это ежегодное соревнование, посвященное памяти Николая Захарова, судьи всесоюзной категории. Бывали здесь коллективы из Москвы, Нижнего Новгорода, Ярославля. Приезжали и ребята из Иваново. Но только в этом году наши спортсмены смогли добиться самой верхней строчки первенства. Как-то у нас все пошло по накатанному. Мы вроде бы приехали поучаствовать, а так посмотрели на уровень турнира, на игроков. И как-то с первого матча все лучше и лучше у нас получалось играть. То, что команда у нас очень дружная, мы хорошо в защите сыграли. Четыре тяжелых дня игр. И все подряд. Ребята выкладывались на 100% каждый матч. Особую сложность доставлял высокий уровень соперника. Во многих командах, которые были на этом турнире, было много владимирских игроков из торпеды «Владимир». Это из основного состава. По ходу мы обыграли в групповом этапе команду, которая целиком состояла из игроков владимирского торпеды. В финале нам достался очень серьезный соперник. В их числе был Дмитрий Везьмикин, обладатель много титулов. Тем более он был лучшим бомбардером чемпионата России за московское торпедо. Команда «Страйк» молодая. Появилась год назад. Залог успеха не только в изнурительных тренировках и грамотной трансферной политике, считает тренер Илья Лопатников, но и в правильном настрое на соперника. От тактической постановки на игру зависит исход матча. К этому турниру мы очень долгое время готовились, порядка 4-3 месяцев. Соперников мы знали, видели их игры по видеозаписям, кто-то лично встречался с этими ребятами. И к каждой игре мы готовились отдельно, тактически сидели, обсуждали, как играть от обороны, играть в прессинг. Все тактические схемы наши, они прошли, все упражнения, которые мы проходили на тренировках, они тоже проходили. Но после такого успеха расслабляться рано. Перед командой еще стоят высокие задачи на местном турнире «Уни-Лига», в котором «Страйк» принимает участие. Анатолий Логинов, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.